И в завершении выпуска «Богатырская сила, традиционное мастерство и народная мудрость» в столице Заполярья прошел традиционный конкурс мужской культуры «Нилы Камшиты». Организаторы уникального состязания «Этнокультурный центр Ненецкого округа» уже в четвертый раз собирают почитателей славянской культуры. За эти годы ребята-конкурсанты работали в кузнице, запрягали лошадей, меряли силы, играли на ложках и даже танцевали кадриль. Какие испытания ждали в этом году русских парней узнала Любовь Пермякова. Сегодня в Ненецком аграрно-экономическом техникуме было шумно, и виной тому состязание «Нилы Камшиты». Четыре добрых молодца выполняет экспромт-разминку. Дело мастера боится. Необходимо забить гвоздь в брусок, да так, чтобы ровно было и жюри понравилось. Гвоздь должен быть в ряд. Выпуск тоже выровнять надо. И горизонтальность, конечно, должен быть громко. Вообще в меню соревнования «Нилы Камшиты» было множество испытаний и на любой вкус. Один из самых интересных – визитная карточка. Здесь юноши знакомили с традициями и реликвиями своей семьи. Один из них – студент Ненецкого профучилища Захар Паньков. Эта реликвия досталась моей маме от ее бабушки, а и той досталась от ее бабушки, получается. Ей около 200 лет, может, больше. У меня дедушка приехал, получается, в 1910 году поставил первый дом на реке Колвы, основал поселок Харивер. Еще один конкурс актерского мастерства «Мой дом, моя воля», где ребята разыгрывали сценки с обрядами. Здесь было и сватовство, и народный этикет за столом, и сундучок с приданным. Кстати, Ильянка Братова свою куклу отдала, любимую. Давай еще новую себе сплету. Любит, видать, сестру. Молодец. Так. Седи. Нарядку купил. Настенька наша, красавица. В обрядовой сценке «Сундучок с добром» – хорошие актерские данные показал десятиклассник из третьей школы Матвей Миролюбов. Скорее всего, потому что это корни. У нас очень много талантливых людей. Бабушка писала, любила писать стихи. Прабабушка, чистушки писала. Папа тоже писал стихи, а также картины писал. У него была здесь выставка на Рейнмаре. А раскрылся, можно сказать, только в прошлом году. В школе проходил концерт и рассказал стихи. И очень удачно. После этого пошла, можно сказать, моя актерская жизнь. Я начал участвовать в театральном кружке. Помимо театрализации, Молодцев ждал еще один конкурс. Нужно было показать мастерство кладки кирпича. Я сегодня оцениваю кладку кирпичом. Ребят дали, пробные занятия провели с ними, объяснили все азы, навыки. Сейчас ждем, что они сумеют выложить. Как оценится, значит, толщина шва. Раз, как подушка положена, два. И третье, значит, как кирпичики выложены. Ровно, с наклончиком или в какую сторону. А раньше для мужчины русского это было обязательное умение? Обязательно. Обязательно. В каждом доме была печь. У каждого в бане печь была. И сам должен ремонтировать. Иначе, если кого-то со стороны звать, это очень-очень-очень накладно. И с этим заданием ребята справились, тем самым положив в копилку новые баллы. По итогам всех испытаний победу в конкурсе одержал Матвей Миролюбов. Серебро досталось Панькову Захару, третье место – Игнату Карипанову. Но, как отметила жюри, в этом конкурсе проигравших нет. Ведь главная цель не лыком шиты – сохранение культуры, традиций и тех ремесел, которыми владели мужчины славянского мира. А их ребята уже освоили.